Т. Сакон Мацумура Т. зародилась на острове Окинавы и развивалась в окрестностях трех крупных городов Наха, Сюри и Тамари. Сакон Мацумура был одним из величайших мастеров боевых искусств, живших на острове Окинавы. Свои занятия боевыми искусствами Мацумура начал в 10-летнем возрасте. В 1802 году его отец представил Мацумуру мастеру Сакугау, учеником которого он был на протяжении 13 лет, вплоть до смерти учителя. Став взрослым, Мацумура поступил на службу к королю Окинавы. Он командовал армией и был начальником королевской стражи. Для обучения королевских солдат он разработал стиль, который стали называть Сюрите, по названию города Сюри. Сюрите стал основой многих современных стилей каратэ. Мацумура так хорошо служил королю Окинавы, что король, в знак признания храбрости и заслуг, своим указом добавил к имени Мацумура слово «гуси», что означает «воин». В 1830 году Мацумура, тогда правительственный чиновник, был командирован в Китай со специальным заданием усовершенствовать свои знания воинских искусств. Вернувшись через несколько лет на Окинаву, он открыл Сюри школу под названием Шорин Рю Гуэхуан Каратэ До. Буквально каратэ до школы Шаоли, предназначенная для защиты отечества. В дальнейшем эта же школа именовалась кратко Шорин Рю. Правда, в начале 20 века, в эпоху поголовного переименования, чтобы отмежеваться от китайских предшественников, иероглиф Шо в слове Шорин «молодой лес» был заменен на другой, созвучный, со значением «светлый». Тот же Мацумура, по слуху, впервые приобщил своих соплеменников к игре в Гу, перехват инициативы в поединке. В 1848 году он был достоин звания верховного наставника воинских искусств острова Окинава. Мацумура пропагандировал жесткое силовое каратэ в классической старо-шаолинской манере, которая, впрочем, не всегда оправдывала себя при встрече с вооруженным противником. Сам Мацумура славился как непобедимый боец-силовик, но в жизни ему были не чужды человеческие слабости, и при случае он охотно прибегал к военной хитрости. Не безинтересен любопытный факт из жизни Мацумуры. Однажды в Сюри доставили быка необычной мощи и свирепости. Весть о быке быстро распространилась среди досужих горожан, которые приходили полюбоваться животным и бились об заклад, что ни одному человеку, будь он хоть до зубов вооружен, нипочем с ним не справится. Мацумура тоже прослышал о быке и понял, что Даймэл, владетельный феодал, наверняка захочет испытать способности своего верховного наставника. И вот каждый день рано поутру Мацумура, вооруженный тяжелым железным веером, стал наведываться в загон, где был привязан бык. Подойдя на безопасное расстояние и став за перегородкой, он немилосердно лупил быка своим веером по носу. Вскоре понятливая скотина при одном приближении человека с железным веером уже падала на колени. Действительно, через несколько дней, когда князь узнал о диком быке, он пожелал устроить в своем замке корриду, памятное излечения старых мастеров в кемпах. Ударом с железным молот можно пробить лоб тигру. Ударом рука копьем проткнуть бок к руку. По приказу Даймё, Мацумура явился ко двору, чтобы продемонстрировать в схватке с быком свою силу и ловкость. Но едва он с простым веером в руках вышел в огороженный двор, где его уже ожидал четвероногий противник. Сверепый бык, подогнув передние ноги, упал на колени и жалобно замучал. Поистине славный воитель Мацумура-Шихан. Даже неразумные звери уважают его искусство. Восхитился князь и пожаловал находчивому Тореадору награду. Основными требованиями Мацумуры были быстрота, резкость, сила и четкое знание базовой техники. Уходы, увертки и финты считались унизительным трюкачеством. Метод Мацумуры одно время доминировал на Окинабе, находя союзников и среди мастеров старых стилей, особенно Наха-Т. Любопытной иллюстрацией этого метода служит такая история. У Мацумуры было множество учеников, и среди них один на редкость бестолковый. Как ни старались учители старшие товарищи объяснить ему комбинации приемов, способы маневрирования, нападения и защиты, все было напрасно. Дырачок только и знал, что кулатил с утра до вечера по соломенной в макебаре, а больше ничего и слушать не хотел. После смерти Мацумуры, внуши его ученики разъехались кто куда и открыли свои школы. Всего несколько человек остались в Сюрих. Вот однажды князь Симадзу пригласил их в замок и объявил, что желает посмотреть поединок представителей славной школы Мацумуры со знаменитым каратэ Каосима Хитоси, до той поры не знавшим поражений. Ученики Мацумуры пригорюнились и стали чесать в затылках. Им было хорошо и известно, что по правилам поединков ничто не гарантировало побежденному жизнь, а тем более безопасности. И тут вперед выступил всеми давно забытый бестолковый любитель макебары. Ему разрешили встретиться с Осимом. Все ожидали легкого близкрига и подструнивали над незадачливым увыльнем. Действительно, схватка закончилась. Едва успев начаться. Когда жестко избитого чемпиона подняли с пола, он бормотал себе под нос. Ну что тут будешь делать? Винешь его кулаком, он будто обрубает руку. Пинешь его ногой, он будто обламывает ногу. А бестолковый ученик Мацумуры разъяснил о задаченном суде. Я из наставления учителя хорошо усвоил только одно. Бьют тебя рукой, перебей эту руку. Бьют тебя ногой, перебей эту ногу. Вот я и бил, как по макебаре. Жена Мацумуры по имени Йенаминэ Тиру также происходила из семейства мастеров воинских искусств. Однажды вечером на пустынной дороге к ней пристали трое подвыпивших бродяг. После недолгой схватки Тиру связала потерявших сознание лавелласов своим длинным кушаком и спокойно отправилась домой. К ночи вернулся Мацумура. «Кажется, ты забыла на дороге поезд», – сказал он. «Да, милый, спасибо, что принес», – отвечала Тиру. Интересный случай жизни Мацумуры рассказан о Гетином Фунакосе. В конце 19 века самым выдающимся каратэ Кайкинавой был талантливый Мацумура Сакон, который во время описания этого случая преподавал каратэ до во дворе клана Удон. В Сюре жил также некий человек, занимавшийся резьбой трубок, назовем его Фукуно. Он обладал огромной физической силой и был замечательным каратэкой, хотя в его жизни не было таких событий, благодаря которым он смог бы прославиться. И вот наступил день, когда в его мастерскую зашел сам Мацумура Сакон. Фукуно первый раз в жизни имел возможность хорошо рассмотреть фигуру славного каратэки и завести с ним разговор. Его поразило то, что в действительности Мацумура не выглядел таким грозным, каким его считали. Его воли и духовная сила не казались непоколебимыми. Это впечатление было таким сильным и не вызывающим сомнения, что Фукуно, в конце концов, предложил поединок. Он был уверен, что если не выиграет, то по крайней мере прославится. Кроме того, он чувствовал, что духовность стоит выше известного соперника. Поединок начался на следующий день в укромном горном ущелье, еще до восхода солнца. Фукуно решил атаковать первым. Когда он был уже готов сделать это, его поразил странный взгляд Мацумуры, твердый, как гранит. На челе Фукуно выступил пот, а весь живот наполнил ощущение слабости. Фукуно мобилизировал свои силы еще раз, но взгляд Мацумуры еще крепче пригвоздил его к земле. Фукуно почувствовал в голове путаницу и должен был сесть. Это невозможно, думал он. Я должен его победить. Он еще раз поднялся, принял боевую позу и сдал страшное кияй. От этого крик из деревьев слетели все птицы, а звери онемели от удивления. Крик отразился от Мацумуры, как гром ударил Фукуно, который не смог устоять на ногах. С минуты он лежал на земле, потом тяжело поднялся и сказал. Убей меня, я не перенесу этого позора. Я был слишком самоуверен. Вчера мне казалось, что я смогу победить тебя. Я не знаю, что случилось. Нет, сказал Мацумура. В тебе есть достаточно силы воли, чтобы победить даже самого сильного. Ты отличный каратека. Тем не менее, ты проиграл. Знаешь почему? Фукуно молча покачал головой. Вчера, когда я пришел в свою мастерскую, продолжал Мацумура, я был выведен из равновесия, потому что меня удалили из замка за драку с сыном господина Улдон. Стыд и злоба боролись в моей душе. Ты это заметил и правильно оценил как слабость. А я, в свою очередь, сумел оценить твои мышцы. Я понял, что борьба, которую придется мне вести, может иметь только один исход. Или победа, или смерть. Сегодня утром ты сражался за славу. Я за жизнь. Твоя решимость не могла среваниться с моей. Я никогда не был таким сильным, как сегодня утром. Уходи поэтому без позора. Мацумура прожил очень долгую жизнь. 104 года. У него было множество учеников. Наибольшую известность среди них получили Ябу Кэнсу, Кьян Тё Току, Матобу Теки, Адзата Анку и Тоши Есу Цун.